Всем привет! Меня зовут Анелли и добро пожаловать на мой канал! Сегодня видео посвящено палетке Carly Bible от бренда Anastasia Beverly Hills. Это будет видео первых впечатлений. Дело в том, что я эту палетку получила несколько часов назад. Сейчас первый час ночи и мне не терпится ее попробовать, поэтому я села записывать это видео. А еще вы можете поздравить меня с днем рождения, уже 7-8 минут, как наступил мой праздник. Я вам сразу покажу, как выглядит эта палетка. Уж очень она красивая. Итак, это самая новая палетка от бренда Anastasia Beverly Hills на сегодняшний день. Создана в коллаборации с американским YouTube блогером, beauty-блогером, lifestyle-блогером, инфлюенсером Carly Bible. У нее 6 миллионов подписчиков в YouTube, 5 миллионов подписчиков в Instagram. Это такая горячая, знойная красавица, но мне, наверное, не близок ее стиль. Я не слежу за ее творчеством, но это не помешало мне полюбить эту палетку с первого взгляда, то есть по картинкам. Я ее, конечно же, еще не пробовала, но когда я увидела вот эти цвета, я влюбилась. Мне кажется, это очень красиво. Здесь и теплые, и холодные, и матовые, и металлики. Есть потрясающе красивый дуахром. Не знаю, будет ли вам видно, но оттенок мандала. Это сиреневый, и он переливается в голубой. Очень красиво. Но я еще ничего не пробовала, сейчас буду делать это вместе с вами. Из забавных фактов, дело в том, что я пересмотрела уже много видео об этой палетке, и видео от самой Carly, и от других блогеров. Итак, из забавных фактов, здесь 5 оттенков названы в честь кошек, котов Carly Bible, то есть Bear, Chai, Cindy, еще некоторые оттенки названы в честь котиков Carly Bible. Мне кажется, это очень мило. Вы же знаете, я люблю животных. А еще здесь есть оттенок ОА. Пробую вам сейчас показать в палетке. Вот он. Он на самом деле переливается разноцветными блестками. Кто-то наверняка знает, ОА это сериал. Мне кажется, он выходил на Нетфликсе, и настолько любит Carly Bible этот сериал, что назвала в его честь оттенок. В последнее время много критики слышно в адрес бренда Анастасия Беверли-Хиллс. Связано это с тем, что палеток выпускают они уж очень много. Три Нарвины вышло, две палетки в коллаборации с блогерами Carly Bible, Джеки Айна. Очень много людей не успевают. Не успевают насладиться одной, не успевают ее купить, как уже выходит что-то новое. Ну и многим это, конечно же, не нравится. Я к этому отношусь несколько проще. Ну, выпускают они себе много палеток. Нравится им, нравится людям, есть на это свои покупатели. Окей, меня это никоим образом не напрягает. Мне что-то нравится, что-то не очень, что-то я спокойно пропускаю. У меня нет такого, что мне хочется купить каждую следующую. Ну, нет. Я к этому отношусь спокойнее. Мне из всего последнего понравилась именно эта палетка, и только ее я и захотела купить. Так палетка выглядит снаружи. Она очень красивая. Это не настоящие, конечно же, камушки. Это принт, но они прощупываются. Они такие слегка выпуклые, хотя этого не видно. Она сделана из картона, не из велюра, как это бывает у Анастасии Беверли-Хиллз. Как всегда прилагается стандартная кисточка от Анастасии. Верхний ряд больше холодных оттенков, и нижний больше теплых. Ну, и, наконец, вотча. Сначала я нанесла верхний ряд, и затем нижний. Перехожу к макияжу. Сегодня я сделаю всего один макияж, но если вам интересно, то я могу снять дополнительно потом еще что-нибудь. Оттенков здесь много, и, конечно же, здесь могут быть разные варианты. Для начала я нанесу базу по тени от Too Faced. У меня на лице, конечно же, уже есть косметика, тон, брови, губы, и все, что я использовала, указано внизу, в описании под видео. Что бы такого сделать? Оттенок Bible я нанесу в складку. Тени, как и следовало ожидать от Анастасии, очень мягкие и могут пылить. Ну, то есть их надо обязательно стряхивать с кисточки. Затем мне также этим оттенком внешний уголок. Нанесу этот же оттенок на нижнее веко. Ну и пока эти тени ведут себя ровно так, как все остальные тени Анастасии Беверли-Хиллз, которые я пробовала. Я возьму оттенок мандала, и я нанесу его на верхнее веко. Носить буду пальцем на центр верхнего века. Ради интереса попробую его нанести кистью на второй глаз. Кистью он тоже наносится, но осыпается под глаза что-то. Хотя попробую его еще влажной кистью. Ну, влажный он, конечно, наносится лучше, чем сухой, и ничего не осыпается в этом случае. Влажной кистью лучше дальше, чем пальцем. Я возьму самый темный оттенок, который здесь есть, это оттенок Боуи, и нанесу его с внешнего уголка. К слову, Карли в своем видео говорила, что этот оттенок Боуи можно наносить влажной кистью, и тогда он будет почти черным. Вот этот оттенок Либра я наношу на стык вот этого темного оттенка и дуохрома, чтобы сделать более плавный переход. У меня почему-то садится голос, уж не знаю в чем дело. Я возьму оттенок Синди и пройдусь им по границе тушевки, чтобы сделать ее потеплее, скажем так. Возьму вот этот светлый оттенок Боуи и нанесу в уголок глаза. Боуи, 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 Боуи. Я не знаю точно, как произносится это название, но будем считать, что Боуи. Светлый матовый нанесу под бровь, он дает какой-то отблеск, на мой взгляд. Да, он какой-то дает небольшой перелив, и под бровью это выглядит красиво. Я хочу взять какой-нибудь карандаш, черный каял от Ванком и нанести на нижнее веко. Мне кажется, вот на таком расстоянии, то больше похоже на правую, я имею в виду, под цветом, как это выглядит на самом деле, нежели я приближаюсь поближе. Я хочу все-таки попробовать нанести этот темный оттенок влажной кисти, то, как советовала сама Карли Байбл, и она говорила, что тогда это будет практически черный оттенок. Ну, мне интересно. Ну, по поводу черного, конечно, нет, но то, что он ложится намного плотнее, безусловно. Это называется, что делать, когда не поставили черный оттенок в палетку. Я хочу еще взять оттенок Синди и пройтись по нижнему веку, по границе, и смягчить ее. Так, посмотрю, что у меня там насыпалось. Ну, что-то, конечно, насыпалось, но не так, чтобы очень много. Вот, собственно, что у меня получилось на первый раз. Такая у меня арт-терапия по ночам красится для того, чтобы потом умыться и лечь спать. Я недовольна тем, что я вижу в экране, потому что здесь, в зеркале, я вижу все значительно ярче, чем на экране. Тут не знаю, как технически показать вам то, что есть у меня на лице. Давайте я нанесу тушь и вернусь к вам со своими первыми впечатлениями об этой палетке. Ну, и вот что у меня получилось. Мне понравилась, на мой взгляд, эта палетка похожа по своему качеству на те другие тени Анастасии Беверли-Хиллз, которые я пробовала. У меня есть палетка Нарвина, есть палетка Салтри. И текстура, качество этих теней сравнимое, очень похоже. Я отношусь к тем, кому нравятся тени Анастасии Беверли-Хиллз. Мне нравится то, что они такие мягкие, податливые. Меня не смущает их сыпучесть. Если работать с ними аккуратно, то никаких проблем не возникает. Вот я сегодня делала сначала макияж всего лица, а затем глаз, но и у меня не было никаких значительных осыпаний. Из минусов, которые я могу отметить у этой палетки, это очевидное сходство этих двух оттенков. Это оттенок Джоуд и ОА. Вот здесь они у меня на руке, и они действительно очень похожи. Ну, возможно, в жизни это отличие несколько более очевидное, чем на видео. В ОА присутствует глиттер, в Джоуд нет. И немного, конечно, отличается один чуть-чуть синевой ОА, Джоуд скорее стальной. Но они очень похожи. И зачем надо было в палетку вставлять два настолько похожих оттенка, ну, у меня вызывает вопросы. Кроме того, из минусов я могу сказать, что оттенок Мандала чуть более сухой, чем хотелось бы. Он не такой кремовый, не такой маслянистый, как металлики из этой же палетки. И из того, что я заметила на сводчиках оттенок ОА может осыпаться, надо быть аккуратнее. К остальным оттенкам, ну, из того, что я пробовала сегодня, никаких вопросов нет, никаких претензий. Мне кажется, все работало на отлично, ничего сильно не сыпалось, все красиво, все хорошо. Хочу отметить, что оттенок Синди, я его сегодня использовала вот как раз по краю растушевки. Это такой персиково-абрикосовый оттенок, очень летний, красивый, яркий. Он прессованный пигмент. Это единственный оттенок в этой палетке, насколько я понимаю, единственный оттенок не тени, а прессованный пигмент. Вы, наверное, знаете, что прессованный пигмент, это значит, он с большей вероятностью может вызывать раздражение на глазах. На многих палетках даже пишут, что пигменты не рекомендуется использовать на глазах. Хотя очевидно, что покупая такую палетку, люди будут использовать ее именно там. Но, по крайней мере, надо стараться не использовать эти оттенки близко к слизистой, хотя бы так. Кроме того, пигменты зачастую хуже тушуются. Ну, это на мой взгляд, по моему опыту, зачастую пигменты хуже тушуются, ну, сравнивая с тенями. Здесь я ничего не заметила, тушевала я как раз этот оттенок Синди, и ему смягчало переход в кожу, и все хорошо. Палетка сделана в Соединенных Штатах Америки. Хотелось бы добавить, что бренд Анастасия Беверли Хиллз не тестирует свою косметику на животных, не продается в Китае, и является Cruelty Free. Спасибо им за это. Глядя на мой макияж сейчас, эти сиреневые тона так и наталкивают на мысль о схожести, о сравнении с палеткой Narvino от той самой Анастасии Беверли Хиллз. Эта палетка вышла в прошлом году, вот так она выглядит, здесь есть очевидно сиренево-фиолетовые цвета, так выглядят две палетки рядом, и на мой взгляд они не особо сильно похожи. Безусловно, в палетке Carly Bible больше каких-то холодных металликов, серебристый, стальной цвет, в Норвине такого не было точно. Я могу вам показать те оттенки, которые, наверное, могут показаться похожими просто потому, что и то и другое в сиренево-фиолетовой гамме. Ну и вот смотрите, это оттенок Мандала, который у меня сейчас на глазах, это оттенок Celestial из палетки Narvino. Они очень разные, это те сиреневые, которые, ну, наверное, как бы могли пересекаться. И здесь еще два оттенка, вот это Rose Gold из Narvino и оттенок Aura из палетки Carly Bible. Ну, общие, безусловно, у них что-то есть, но сказать, что они одинаковые нельзя. Я пересвочила все, что только можно из этих двух палеток и подвожу итог. Самыми похожими будут являться вот эти два оттенка. Вот они. И они, ну, действительно похожи. С остальными я не вижу пересечений совсем никак. Золотые разные, темные тоже очень отличаются. На видео может быть меньше, в жизни разница более ощутима. Ну, а с сиреневыми, как вы видите, разница колоссальная. На этом, я думаю, все, можно заканчивать с тем, насколько они похожи. По поводу того, что мне нравится больше, сложно сказать. Во-первых, я еще не попробовала все оттенки из Carly Bible. Я буду пробовать, и тогда уже смогу что-то на это сказать. Narvino я, конечно, попробовала уже всю вдоль и поперек. Я ее люблю. И не знаю, кто мне нравится больше, пока затрудняюсь ответить. Упаковка вот мне точно нравится больше у Carly Bible. Она не будет так сильно пачкаться. В итоге могу сказать, что мне понравилась эта палетка. У нее неочевидное сочетание цветов. У нее классическое качество теней Анастасии Беверли-Хиллз. Мне не приходит в голову ничего похожего на эту палетку. Да, глядя на мои глаза сейчас, может показаться, что это похоже на Narvino. Но это, наверное, потому что я делаю похожие макияжи, а не потому что палетки одинаковые. Несмотря на то, что время очень позднее, мне понравился этот опыт, я не жалею, что я не легла спать, а села записывать это видео. Мне понравились оттенки. Я должна сказать, что для меня эта палетка какая-то весенняя, летняя. Но я жалею, что я не попробовала весь нижний ряд. Мне кажется, что здесь вот этот красный оттенок, он так меня и зовет. Я думаю, что стоит снять второе видео про эту палетку, чтобы попробовать все остальные оттенки и дополнить мнение о ней. Ну а пока спасибо большое, что посмотрели это видео, что провели со мной время. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами еще непременно увидимся. Пока-пока! 12 часов. Между прочим, сейчас наступил мой день рождения. Кали! Почему я Кайли называю Карли? Карли Байбл это американская... Я все время называла Кайли. У меня 6 миллионов подписчиков в Ютубе, 5 миллионов... Моих очаровательных пушистых ассистентов сегодня не будет, потому что они спали, когда я еще только начала снимать это видео. И так можно узнать с定 ganаром. Потому что я Dennis, который показал, когда я все время не попала из ocurстили это видео. Сейчас я вам покажу! Я же вас немного покажу!